Утренний кофе Это редкость, утро, чтобы с утра начинать что-то Если какие-то утренние передачи бывают, тогда приходится просыпаться с утра А так все спят, все артисты спят до трех И вы тоже? Да, я не исключение Но я по-разному встаю, у меня нет определенного времени, чтобы я вставал вот столько, так столько Все зависит от того, насколько рано я лег, какое у меня состояние Устал, не устал, в основном так Что помогает вам проснуться? Проснуться? Обычно звонок Кто-то будет? Да Особенно мама звонит Кофе пьете по утрам? Да, бывает, я люблю такой настоящий кофе А сами умеете готовить? Да, я сам делаю кофе Прям в турке, все как надо, варите? Да, перемалываю зерна Вручную Потому что через машинку, если это все сделаете, оно Кофе нагревается и теряет свой вкус В основном я люблю сам грудный Я немножко гурман Кофе Вы, наверное, еще и готовите? Да, есть Так как холостяк Приходится То есть это не любовь к приготовлению пищи? Это вынужденная необходимость? Нет, ну иногда бывает такое, что сам захотел По-разному Это еще со студенческих лет Я уже сам себе готовлю, можно сказать, лет 13 где-то получается Какое любимое блюдо? Все зависит от настроения От того, чего я хочу на данный момент У каждого человека же бывает Вот чего ты сегодня хочешь, завтра что-то другое Но нету такого стабильного, чтобы я всегда хотел То есть вы такой человек настроения в этом плане? Я вообще по жизни человек настроения, можно сказать Хорошо, а если вот про настроение Когда, ну там, какое-то расстройство, такую вот грусть находит Тогда появляются какие-то творения У других наоборот, когда состояние радости, окрыленности какой-то Для вас какое состояние важнее? Грусть и печали или радости в жизни? Это может быть разные вещи Например, там какой-то фильм посмотрел про музыканта Там вот последний, когда смотрел Джеймс Браун «Путь наверх», по-моему, вот так называется Очень серьезное впечатление на меня произвело Это есть разные вещи Например, песню послушал какую-то Послушал какое-то музыкальное произведение Не обязательно песню, классическое, неважно Но я в основном люблю классическую музыку, рок я слушаю И за редким исключением бывает, что популярную музыку, эстрад Вот Это может мне дать вдохновение в основном Может Какое-то чувство Подробно не будем говорить об этом Я надеюсь Все что угодно А расскажите, как вы вообще пришли к пению? Насколько я знаю, у вас Такая сложная была тернистая судьба Все дело в том, что я мог с детства этим заниматься Но так как в Василии, где я вырос, там не было ничего подобного, чтобы я мог обучаться Возможности не было Да А город Нас не пускали Мы сами не могли никуда без родителей Ну это в детстве Потом как бы уже юношеское время Уже были немножко серьезные ситуации Насколько мы знаем И соответственно Ну я слушал, слушал, мне нравилось Хотя я не пел, но очень долго слушал музыку И было желание так самому научиться Ну у Вас в семье кто-то родители тоже? Творческие люди? Или как? Родители нет Родители вообще от музыки очень далеки Ну я не видел, чтобы кто-то даже из родственников Чтобы кто-то пел там или играл Ну чтобы взять эталон там какой-то, да И идти там в сторону Обычно же пример берут кого-то и за ними идут У меня не было такого примера Но может быть это было в крови Так как дедушка со стороны отца, дедушка со стороны матери Они оба, говорят, ну любители были Хорошо пели, да? Да, попеть Поиграть там на национальном инструменте А так я лично не видел, если честно Что они это делали Никто из родственников, близких там никто А сейчас вот после участия в программе Голос, когда сейчас Вас знают очень многие Ваши близкие, родственники Вас поддерживают В этом Вашем начинании Мама меня всегда поддерживала Мама меня всегда поддерживала и поддерживает Вот Были, конечно, немножко Отец у меня считал, что это развлекаловка Что этим ничего не сделаешь Ну не будешь сыт, скажем так Не заработаешь Надо найти работу, профессию найти Какую-то И он в определенной После школы в определенном возрасте Сразу, ну не сразу, через год где-то, я помню Отправил нас учиться в нефтяной институт Правда Ну там были события такие Как бы мы один раз Пропустили очень много времени Да, потом нас перевели на первый курс Это где, в Грозном, да? Да, да, в Грозном Вот Ну нас не пускали туда Просто боялись там За что может что-то случиться И из-за этого пришлось отложить учебу в нефтяном институте Вот это на факультете промышленной и гражданской строительства Ну, отец строитель был Он хотел, чтобы мы тоже стали строителями Но это строительство у меня вообще было рядом Намного ближе, чем музыка Музыка это так Если кто-то придет там Хорошо играет там на гитаре О, это было событие Ну, потом я сам собрал гитарку такую Из того, что было Склеил это все Начал на ней учиться Вот Кое-чему научился Ну, с самоучкой вначале Потом в 22 уже поехал учиться Это было Это было мое желание Отец был против Ну, так как Я уже рассказывал Что, типа, это не профессия Надо деньги зарабатывать Вот И, конечно же Краснодар Поехал в Краснодар Поступил туда Сейчас, как видите, закончил Потом приехал в Москву Тут тоже работал на стройке, конечно Ну, так как Когда я приехал Чтобы устроиться петь в ресторан Куда-то еще Для этого нужны были Нужна была аппаратура Во многих ресторанах Нужна была аппаратура Хоть какая-то Например Там элементарно У меня даже не было Ноутбука Вообще никакого Да Денег не было Соответственно Приходилось Что-то Ну, конечно Я потом Где-то Это был 2009 год Да В 2009 году Я уже устроился Как бы Петь в ресторан Вот Ну и на первую Первое время Пел С партнером Да Потом купил себе Уже ноутбук На вырученные деньги Дело пошло Да Потом уже я Отошел от ресторанного пения Так как Меня уже приглашали На корпоративы И уже пел на корпоративы Ну, в принципе Тоже ресторан Можно сказать Да Но все-таки Это такое Больше Меньше времени Занимает Работа Скажем так И больше платят Ну Такие вот были Заработки Ну Когда приехал Работал На стройке Это На маршала Жукова Мы строили Вот там есть Развязку Видели Да Такая есть На пересечении Народного Народного ополчения По-моему Да И маршала Жукова Мы строили Вот именно Подземную часть Тоннель вот этот Да А сейчас вы больше Где время проводите Живете В Москве В Москве Да Да я У родных Бываю очень редко Вот недавно Приезжала мама Вот в основном Они приезжают Ко мне А после участия В этом проекте Как изменилась Ваша жизнь Вот появилась Эта известность Популярность Наверняка много Появился Плацдарм Я бы сказал Плацдарм Для того Чтобы двигаться дальше Очень Очень важный Притом Так как Когда просто Появляешься С какой-то Песней На это могут Уйти там Годы Чтобы Чего-то Добиться А сейчас Нужны хорошие Песни Я думаю И Хорошие Песни Которые Соответствуют Мне Которые Мне нравятся Вот Я думаю У вас очень хорошие Такие Оперные Задатки Не хотите В этом направлении Как-то Сконцентрироваться У меня Мало опыта Для того Чтобы Да Есть Есть Природа Но Это все Все остальное Надо очень долго Нарабатывать Во-первых Но это в процессе В процессе работы В процессе жизни Скажем так Я Конечно же Хочу развиваться Хотел себе найти Хорошего педагога Который бы занимался Именно академическим вокалом Ну Эстрадные Это Как бы Я уже Эстрадные Эстрадные вещи Исполняю В академических Классических Произведениях Там все-таки идет Там есть определенные Каноны Там есть Правила Какие-то Да Которые Которые нельзя Через которые Нельзя Переступать Эстрада Это все-таки Легче В плане Того что Там нету Никто не подковырнет Никто ничего не скажет Вот я как чувствую Так и спел А там есть Четкие правила В нотах Все написано Как написано Так и поют Дорогие друзья Мы прервемся На небольшую рекламу И продолжим Наш разговор С Известным Исполнителем Шарифом Дорогие друзья В эфире программа Утренний кофе Мы продолжаем Нашу беседу С известным Исполнителем Шарифом Шариф Скажите пожалуйста А что вам В музыке Какой жанр Ближе всего Классическая музыка И рок Ну они и рядом Идут Я не могу даже Себя Ни туда Ни сюда А вы сами Часто слушаете Как вы поете Себя Чисто ради того Чтобы посмотреть Свои ошибки Но удовольствие Получаете? Какое удовольствие? Меня это напрягает Разбор полетов? Напрягает Но я могу в процессе Какое-то удовольствие Получить В процессе Если конечно же Это нравится зрителю Тогда я реально Получаю удовольствие А так Если зритель Видно что Зрителю Это так О хорошо поет Ну не та песня Которую я хотел бы слышать Вот такое отношение Когда бывает У зрителя Конечно же В этот момент Ты просто отрабатываешь И уходишь Все зависит От отдачи Из зрителя А что мнение Для вас В принципе важно И вообще Насколько вы приемлете Критику? Не отдельного человека Это точно Если он не профессионал Если он профессионал Человек Как бы еще должен Чего-то Чтобы прислушаться К нему Должен иметь опыт Ну опыт В каком плане Не просто Что он там Музыкой занимался А именно Чего-то добился В этой жизни Вот это как бы Критика Я вообще Спокойно воспринимаю Такой критике Я прислушиваюсь А Критики Обычного человека Я Так могу Послушать Сказать Да-да Но сделать по-своему Ну например Мнение Александра Градского Для вас Важно? Конечно Конечно Насколько я знаю Вы сейчас Работаете В продюсерском центре Григория Лепса Да Что вот эта работа Вот это сотрудничество Что это для вас Вот Какой опыт Какие уроки Вы извлекаете И Вот можете поделиться Ну на самом деле Как бы Все намного яснее стало Когда я начал Работать Ну с ними Сотрудничать Скажем так Подписал контракт И начал работать Яснее В каком плане Что Ну это Кое-какие могут быть Секреты Там да Вот Как все это делается Например Там тоже И ты понимаешь Что это За кулисами Да Вот То что Есть Это не то Что в зале Может быть Именно Вот Ну именно Подготовка к концерт Это труд Это Это огромный труд На самом деле Ну взять Например Григория Викторовича Да Он Приходит Где-то в 4 В концертный зал Сидит Настраивает Ну слушает Говорит Что его не устраивает И до момента Пока не начнется концерт А концерт начинается Где-то в 7-8 Вот это Огромный труд На самом деле Тем более же Надо еще выспаться Потом после этого Всего к нему Какие-то Друзья приходят И с ними надо посидеть Вот У него там Маленький промежуток Сна какой-то Я не знаю Как этот человек Выдерживает это все Скажите А была такая мысль С кем-то Дуэтом Спеть Дуэтом Не Ну идеи Идей очень Идей очень много Ну Как их реализовать Еще же надо Что спеть Дело же не в том Что с кем это спеть А что именно Что вас может Связывать С этим человеком И чтобы вы Смогли с ним спеть Ну вот если взять Нашу эстраду С кем-то вам Было бы интересно Такой тандем Из нашей эстрады Ну конечно Я думаю И не одно имя Никогда не было Такого желания Вот Мы как-то Начали петь Все пошло 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 Но все равно В любой Деятельности В любом творчестве Бывают какие-то Испады Бывают и неудачи Не всегда бывает По жизни бывает У всех У всех Да И вот в такие моменты Не было такого Да ну брошь Как я все это делаю И займусь чем-то другим Не было таких мыслей Ну это было Еще тогда Когда До проекта Голос Были конечно моменты Ну это В основном Без денег Ниже Все это бывало Потому что Ты не хочешь Никого напрягать Своими проблемами Ну я имею ввиду Люди Которые мне Хотят помочь Как бы Ну тоже Видишь Что ты их напрягаешь Пытались Там всячески Особенно У меня есть Один близкий Друг Который Тащил меня С момента Знакомства С ним Вот Это где-то Лет Шесть Семь назад Это практически Как Приехал в Москву Можно сказать Вот Он То туда То сюда Очень упорный человек Очень упорный Если он За что-то берется Он от этого Не отстает Вот И Говорит Постоянно говорил Что Все В этой жизни Как бы Зависит от случая И нам Надо Сделать все Чтобы Эти случаи Почаще Случались С нами Да Вот Ну там Где-то там Показался Где-то там Засветился Там 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 Ну я имею ввиду Где именно Какие-то известные люди Именно В плане Шоу-бизнеса Вот Ну кто-то там Скажет своему Знакомому О послушай Там Был такой Там Ну вот Чисто из-за этого Наверное И Ну он там Знакомил Там С разными людьми Вот Ну Как видите Недаром Все прошло Но все-таки Без помощи Конечно Сложновато Ну Даже если И без помощи Я как бы Посоветовал Людям Которые К этому Идут Все-таки Не опускать руки Вот Когда тебе кажется Что Бесполезно Это все Вот Если дотянешь До конца То В этот момент Все и случается Обычно Ну со мной Так случилось Скажите А где вот Сегодня Можно вас услышать В каких проектах Или в чем вы заняты Или на каких сценах Студийная работа В основном Ведется Вот Сейчас Договариваемся Как бы Фамилии не буду называть Как бы есть там Люди Которые взялись Написать Песни какие-то Ну у нас есть уже записанные вещи Помимо этого Как бы есть Известный композитор Который Решил Написать для меня Парочку Хороших вещей Ну это На начале Он меня конечно Послушал Обычно же как бывает Вдохновение Может прийти Там В любой момент И от чего угодно Вот Он послушал На каких-то мероприятиях В основном В концерте Бывает Есть близкие Свои слова Если он Что-то обещал То он должен Это выполнить Это мужское качество Я считаю У женщины Это все-таки По-другому Женщина Она Может сказать Я тебя ненавижу Я тебя ненавижу Больше не приду Короче Все Я ухожу Навсегда Потом прийти Вот А я держался Той стороны Всегда Что если я Случайно Такое Сказал То назад Пути Нет Все-таки То есть Вы человек Который Если принял решение То вы Принял и сказал Я могу принять решение Передумать Но До того Как я сказал То есть Если вы озвучиваете Свою позицию Вы от нее Уже потом Не отступаете Я не знаю Это должно быть Нечто такое Чтобы я Отошел От этого Это Это мой стержень Пускай Каждого Каждый Я со своим уставом Чужой монастырь Не собираюсь Но я считаю Что это мое Меня так воспитывали И мои друзья Такие же В плане А есть ли Какой-то Не знаю Девиз по жизни Который вам Помогает Вот Сложные моменты И вообще Вот добиваться Поставленной цели Что-то вы себе Говорите Как-то себя Настраиваете Или по-хорошему Злитесь А Могу раз злиться Вот Вот Бывает Например Хочу Веси Скинуть Да Например Встаю На весы Разозлюсь И все Весы Не ломаете И говорю Своему организму Ничего ты не получишь Голодай Вот такие Ну и Как бы И в других вещах Тоже Я человек Если честно Немножко Ленивый Если нету Стимула Вот А что для вас Стимул Тогда Стимул Это Будущее Которое я вижу Которое Может быть Соответственно Как бы К этому И иду Шариф Еще скажите Пожалуйста Это наш Традиционный вопрос Если бы в сутках Был 25-й час Чему бы вы его посвятили Чем занялись бы 25-й час Скорее всего Друзьям бы посвятил Наверное Или родным друзьям Общению В основном С близкими Спасибо за разговор Мы вам желаем Дальнейших Творческих успехов Чтобы все ваши Мечты и планы Реализовались И чтобы мы могли Услышать вас В новых Каких-то Ипостасях И В новых Творческих проектах Спасибо Дорогие телезрители Спасибо за внимание Хочу напомнить Что у нас в гостях Сегодня был Известный исполнитель Шариф Спасибо Всего доброго До новых встреч